Парк культуры и отдыха «Зелёный остров» – одна из главных достопримечательностей республиканской столицы. Ежедневно его посещают сотни, а то и тысячи жителей Карачаева-Черкесии. Кто-то пешком, а кто-то любит рассекать по парку на железном коне. Именно это и стало одной из причин ограничения въезда на «Зелёный остров» по выходным. Ограничительные меры в движении на парке культуры и отдыха «Зелёный остров» связаны с тем, что отдыхающие парка культуры и отдыха «Зелёный остров» не могут спокойно передвигаться с колясками, как в качестве пешеходов. Часто автолюбители наши любят понарушать правила дорожного движения перед стадионом «Нарт». То есть испытать свой автомобиль на прочность, на спортивные его качества. В целях безопасности отдыхающих и тех водителей, кто оставляет авто на парковке у стадиона «Нарт», мэрия Черкеска совместно с госавтоинспекцией приняла решение ограничить движение с пятницы до вечера воскресенья, перекрыв въезд на территорию «Зелёного острова» со стороны Дворца спорта «Юбилейный». Обустроено теперь парковочное место для автомобилей. Отдыхающие, которые приезжают на своих автомобилях, могут приехать, припарковаться, оставить свой автомобиль и пройти пешком. Будут обустроены пешеходные зоны. То есть пешеходы теперь себя могут чувствовать безопасность в этом плане. Жители Черкеска, узнав новость, тут же разделились на два лагеря. Одни благодарны властям, другие же возмущены введёнными ограничениями. А у дирекции «Зелёного острова» есть свои причины поддерживать принятое решение. Были случаи свадебных кортежев, которые заезжают не одна свадьба, а несколько свадеб. Начинаются поплотворения, начинаются пробки, начинается стрельба. В связи с этим ограничили проезд в парк «Зелёный остров». Сейчас на въезде в парк развернут временный пост со знаком «Въезд запрещен». Для посетителей парка оборудована парковка, а позднее появится информационный щит, который превращает на три дня весь «Зелёный остров» в одну большую пешеходную зону. Эрнест Чуков, Анзор Курбанов, Мурат Кемлюгов и Далиль Мирза, Архиз, 24.